Итак, дорогие друзья, готовы ли вы отправиться со мной в очередное путешествие? По следам Фридриха Ницше, по следам Заратустры, по следам древнегреческих и всех древних философов, которые существовали у человечества. И вот, находясь в таком душевном, духовном состоянии, как я сейчас нахожусь, меня сила проведения, не знаю что, что-то действительно сверхъестественное, оно меня вводит и последовательно приводит к мыслям о том, что за последние три тысячи лет человечество практически не изменилось. Я не знаю, хорошо ли это или плохо, не могу судить. Может быть хорошо, а может быть и плохо. Но я могу констатировать факт, как факт, что человечество за последние три тысячи лет не изменилось. Почему я говорю за три тысячи лет? Потому что начиная от Заратустры, перейдя к философии Древней Греции, перейдя к философии Китая, Индии, Ближнего и Среднего Востока и в дальнейшем европейской современной цивилизации, я прихожу к этому выводу, и я думаю, что я смогу вам это объяснить. Не доказать. Мне нечего доказывать. Объяснить. Я вам смогу это объяснить. И вот, читаючи Заратустру, я вдруг сегодня наталкиваюсь на статью моего любимого философа. Я даже не знаю, как его назвать. Или предтеча он, или кто он есть. Но это был Ошо. Человек, который жил, который родился в 1931 году, а умер в 1990 году. Этот человек по своей значимости, наверное, не менее, чем Иисус. Я думаю, что Ошо оценят так же, как Иисуса через тысячу лет. Я так думаю. Ошо это тот же самый Заратустра. Заратустра это тот же самый Иисус. И Ошо такой, как они. И, скорее всего, и Ницше такой же, как они. Это все люди такого большого калибра, что мы, даже обычные люди, нам очень тяжело вообще осознать все то, что они принесли для человечества. Я не знаю, сколько столетий или тысячелетий должно пройти, чтобы все это осознать. И вот буквально за один месяц, начиная с 23 ноября, вы можете увидеть 18 видеоматериалов, которые я поставил на YouTube. Первые начали с 23 ноября этого года. И там говорилось об истории человечества. И эта подборка, видеоподборка называлась «Где мы и к чему мы пришли?» Спиритический полет мыслей. Там пять видео, материалов. Spiritual Flight. Можете посмотреть Другую подборку из четырех видео. Она называлась «Мой альманах. Жизнь, судьба и человеческая душа». А также я предлагаю посмотреть и послушать последнюю подборку из девяти видео, которые начинаются с моей статьи «Психология и ее методы воздействия на человеческий разум». Там я даю предисловие о Ницше. И вот сейчас я пришел сегодня к Ошо. И я увидел, что все мои 18 видео и мои мысли полностью на 100% сошлись с Ошо. А статью он написал свою. Заратустра – это танцующий бог. И написал он ее в апреле 1987 года. Я никогда не читал эту статью. Я знал Оша. Я познакомился с ним где-то всего пару лет тому назад. Но эту статью я не читал. Свои статьи я написал. Все мои статьи, если сравнить с тем, что сейчас я вам прочту из Ошо, вы поймете, что мы говорим одними и теми же словами. И теми же словами говорил Ницше, Заратустра, Платон, Аристотель, Сократ, Шопенгауэр. Не буду всех перечислить. Итак, приступим к чтению статьи Ошо, в которой он показывает свое отношение к философии Фридриха Ницше, о взглядах Ошо и Ницше на мировые религии и о значении учения Зароостро, Заратустры и его влияние на прогрессивное развитие человеческого общества. Статья Ошо называлась «Заратустро – танцующий бог». Осознанных последователей Заратустры можно сосчитать по пальцам. Заратустро никого не волновал до тех пор, пока спустя почти три тысячи лет Ницше неожиданно не откопал его. Ницше был против Иисуса Христа, а также он был против Гаутамы Будды. Но он был за Заратустру. Почему? Это очень важно понять. Человек, который был против Иисуса Христа и против Будды, почему вдруг ему так полюбился Заратустро? Да потому что у самого Ницше было точно такое же отношение и подход к жизни. Он насмотрелся на все эти религии, называющие себя великими религиями. Между прочим, отец Ницше был пастор. Так что Ницше с детства изучал религию и увидел несовпадение. Ницше понял, что религии создают не благостное состояние, а состояние какой-то вины. Религии создают человеку страдания. Из-за религий начинаются войны. Религии сжигали разумных людей и светлые умы прямо на костре. Да и до сих пор происходит, ну не сжигание на костре, но во всяком случае достаточно издевательств. Религии произносят всякую бессмыслицу, у которой нет никаких доказательств и нету никаких оснований верить им. Религии держат все человечество в темноте, в слепоте, ибо их учения основываются лишь на вере, а вера подразумевает слепоту. Нет такой веры, которая не слепа. Человек с глазами не должен верить в свет. Он его видит, он его осознает, и ему уже не нужно просто так верить. Свет находится в его душе. И только слепой должен верить в свет, потому что он его не видит, не знает и не понимает. Вера существует в невежестве. О религии в большинстве своей, кроме Заратустры и Джанцы, которые не смогли создать большого движения и каких-то традиций. Все остальные религии хотят, чтобы люди слепо верили. Другими словами, они пропагандируют слепоту. Ницше был категорически против таких религий и символически поднялся над ними. Он выбрал для Востока Будду как символ, а Иисуса Христа как символ Запада. И сам он был против этих людей по той простой причине, что они людям не предлагали жизнь. Они предлагали страдания. Они были против того, чтобы люди наслаждались простыми жизненными вещами. Они были против того, чтобы люди жили в веселом, расслабленном состоянии. Они создали для людей правила, которые люди не могут выполнять. Но вместе с тем, людям вводится в грех, когда они не выполняют какие-то мелкие правила. Я не говорю за 10 заповедей. А люди, которые продвинуты в науке, у которых есть чувство юмора, люди, которые любили веселую жизнь, эти люди всегда были назначены религией, как иноверцы и этих людей всегда уничтожали. Люди, говорил Ницше, должны любить и люди должны быть охвачены любовью, включая все сексуальные отношения, которые были так или иначе запрещены религией. Ницше заинтересовался Заратустра потому, что он смог понять, этот человек единственный во всем далеком прошлом, который был за жизнь, за любовь и за веселую человеческую натуру. В этих фрагментах вы увидите необычайно значительные слова, которые могут стать основанием жизнеутверждающей религии. Имеется ввиду Заратустра. Я полностью за жизнь. Нет ничего, ради чего можно пожертвовать жизнью. Нет ничего, ради чего можно пожертвовать жизнью. Всем можно пожертвовать ради жизни. Все может быть средством для жизни, но жизнь это цель. Это цель, которая самая главная цель для любого человека. Фридрих Ницше пишет очень насыщенно, потому нужно его слушать очень внимательно. Он не обычный писатель. Он пишет афоризмами. Другой мог бы написать целую многотомную книгу. А Ницше может это написать всего в одном двух абзацах. Его проза настолько сконцентрирована и сконденсирована, что если вы, слушая, не будете очень бдительны, вы можете упустить важные вещи. Это нельзя читать как прочетную книгу, как роман. Мне хотелось бы помочь вам разобраться во всех значениях, чтобы вы не исказили Ницше, потому что он один из самых непонятных философов в истории человечества. И причина того, что он был понят неправильно, в том, что он писал в такой сжатой форме. Он никогда не объясняет мелкие детали. Он никогда не вдаётся в детальное объяснение каких-то значений. он очень символичен и причина его символичности в том, что он был настолько наполнен новыми откровениями, что не объясняя мелкие детали, переходил с одной вершины на другую. Он не мог писать трактаты, у него просто не было так много времени, чтобы поделиться всем объёмом своих громадных познаний. Из-за того, что его книги были так сжаты и кристаллизированы, то обычные люди, во-первых, просто не понимали его, во-вторых, если они якобы даже понимали, то они понимали его неправильно, и в-третьих, они находили его нечитабельным. Им хотелось бы, чтобы им всё разжевали и разложили по полочкам. Ницше писал не для малых детей, он писал для зрелых людей. Но зрелость в нашем мире такая большая редкость. Мною замечено, что средний ментальный возраст современного человека достигает где-то 14-15 лет. И в этом младенческом ментальном возрасте Ницше, конечно же, остался непонят. Его не поняли как противники, так и сторонники, поскольку и у тех и у других одинаковый ментальный детский возраст. Цитирую Ницше «Но скажите мне, братья мои, если до сих пор еще нет у человечества цели, то есть ли оно само, это человечество, или его не существует?» Это невероятное прозрение и понимание Заратустры и есть главная светлая идея в творчестве Ницше. Есть тысячи целей, потому что человечество разделено на тысячи частей. Не существует единой цели для всего человечества. Ницше поставил очень актуальный вопрос, есть ли у человечества до сих пор нет единой цели? Можете ли вы сказать, что существует само человечество? В современном человеческом социуме живут азиаты, европейцы, африканцы. Они в свою очередь разделяются на индуистов, буддистов, мусульман, христиан, иудеев. Но такое понятие как единое человечество это лишь пустые слова. Не так ли, господа? А если уж так сталось, то пока нет единого человечества, и мы не можем найти единой жизненной цели, то что же тогда мы все собой представляем? Ведь во всей вселенной, во всей природе все взаимосвязано. И напоследок я еще раз повторяю слова Ницше. Так скажите мне, братья мои, если до сих пор еще нет у человечества цели, то есть ли оно само или его еще нет? Так говорил Заратустра. лос я ss подожди Продолжение следует...